Этот спальный район в переулке Ереванском образован в 60-е годы. Тогда же здесь построили вот эту детскую площадку, от которой за полвека осталось одно название, рассказывают местные жители. Теперь у детей есть даже выбор, на какой карусели покататься. Мы, конечно, благодарны депутатам, что они выделили. Пусть малая сумма – 250 тысяч, но я думаю, что на следующий год мы опять будем просить. Сейчас уже, конечно, стало гораздо лучше. И в очереди уже никто не стоит, как раньше стояли. Один качается, другой плачет и говорит, мама, я тоже хочу покататься. Есть задумка установить и теннисный стол. Правда, выбранное место оказалось спорным. У горожан есть информация, что оно приватизировано. К решению этого вопроса также подключилась территориальная депутатская группа Адлерского района. Многочисленные юридические вопросы, а также темы, которые касаются всех сфер жизнедеятельности района, народные избранники обсудили сегодня. В повестке дня 24 вопроса, в том числе о бюджете города. Обсудили перечень муниципальных земельных участков для многодетных семей, переселение граждан из аварийного жилья, обустройство тех же детских площадок. В этом году будет сделана 21 площадка, причем это не только в центральной части Адлера, но и в сельских районах, чтобы дети-то у нас везде живут. Тем более в Адлерском районе население увеличилось за последние три года почти в два раза. И поэтому востребованность очень большая детских площадок. Главной темой стал ремонт дорог. Как известно, в следующем году из краевого бюджета выделяется 1 миллиард рублей на замену покрытия сочинских улиц. Очень важно, чтобы не было забыты, особенно опять же сельские, потому что центральная часть сделана, все в общем-то неплохо, а вот сельские районы, конечно, требуют ремонта дороги. Поэтому мы еще раз посмотрим, подготовим список совместно с администрацией. Решение вопросов, требующих согласования с коллегами, территориальная депутатская группа Адлерского района вынесет на обсуждение в рамках сессии городского собрания Сочи, которое состоится 27 сентября. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания АФКТ.